Воспоминания о Саур-могиле. 30 июля 2014 года. Город Киев. Она не пришла. За ночь просыпался несколько раз. Меречился жар ее кожи с легким ароматом молока, который майской ночью свел меня с ума. Казалось, будто щелкает замок. Она единственная знает код на двери моей квартиры. Но она не пришла. Как ты мог? Как ты мог решить это без меня? Ее слова до сих пор отдавались эхом в голове, хотя это были лишь буквы в бесколоссом мессенджере. Мог бы иначе? Решил бы иначе. Почти три месяца в волонтерских поездах в зону не могли не сказаться. Когда за 25-30 часов успеваешь проехать 1700-2000 километров туда и обратно, в голове все меняется. Маршрут простой. Мир. Война. Мир. Самовлюбленный и ванильно-вальяжный мир. Отрезвляющая и ошеломляющая война с привкусом серой железа. Тут ухоженные гламурные мальчики с подкачанными бицепсами. Там уставшие, пыльные и обожженные пацаны. И мужики. И деды. Как я мог не решить? Как после этого смотреть в зеркало? Без пяти минут будильник. Во сколько бы не лег, просыпаясь за пять минут до сигнала. Боясь побеспокоить спящих рядом, приучила вставать заблаговременно. Даже когда уже давно спишь один. Дорога к залу от квартиры, как для утра вторника, весьма малолюдна. У ворот стоит машина Сереги. Тренировку он проведет. Прохожу мимо, даже не замедляя шаг. Мне совсем не хочется туда идти. Слышать плач Ярославны и ловить сочувствующие, непонимающие взгляды еще и сегодня выше моих сил. Хватит. Время тренировок прошло. Пора воевать. Хоть ехать и завтра, но попрощаться со всеми лучше сегодня. Завтра военкомат, база милитариста, последние сборы и ночная дорога. Фейсбук – лучшая доска объявлений. Кто хотел обняться, приходите сегодня на 19.00 на Жилянскую, 68. Посидим, поговорим, помолчим. Недолго. Часок. Но вначале нужно съездить к малышам. Хочется провести на час-другой больше времени с ними. Вызываю такси. Приедет черный ланцер с донецкими номерами. Уже привычно для Киева. Сказать понаехали, рот не открывается. Никому и никогда не пожелаю быть беженцем. Уставший таксист. Еще плохо знает город. Поверните налево. Будничным тоном подсказывает ему всезнающая тетенька из навигатора. Богдан, как всегда, спокоен. Тато, а ты скоро повернешься? Не знаю, малый, может через пару тижнів. А чого ты туда едешь? Бо туда пришли злые дяди и хотят забрати нашу страну. А что в них своей страны нема? Е, але, как же трудно ответить пятилетнему сыну на, казалось бы, простые вопросы. Хорошо, хоть двухлетняя Соля пока не задает вопросов, а лишь жмется и обнимает. Подумалась. По крайней мере, у меня уже есть дети. В отличие от многих пацанок, что сейчас там. Редактор субтитров А.Семкин